друзья всем привет сегодня наконец-то начинаю консервировать огурцы меня уже об этом просили показывай как ты консервируешь огурцы ну вот видите чего тут только я не собрала уже не приготовила всяких разностей вот значит мариновать я их буду сегодня с крыжовником с морковкой с лучком и чесночком с укропчиком с лаврушкой ну и перец само собой разумеется горошком соль сахар в рассол уже у меня вода греется 3 литра нагревается вот сахар и соль я уже посчитала ложками и взвесила в граммах в общем вам напишу на литр маринада чего и сколько я беру а еще знаете что я увидела недавно такой лайфхак мне он понравился просто безумно я терпеть не могу в это банки кипятить их или в где-то в духовке вот прям вот меня это напрягает каждый раз значит что сделали банки помыли наливаем девяти процентный уксус граммов 50 закрываем крышкой встряхнули вот и все банка чистая следующую перелили это у нас уже банка готова и делаем так со всеми все уксус это лучший средство дезинфекции правильно уксусом вот это все бактерии моментально убиваются и все останется мне только прокипятить крышки супер я очень рада этому способу вот сейчас банки все приготовлю и начнем все считанные минуты и все и банки мои готовы я обалдею это приготовила зубочистку чтобы сделать проколы у опять хочу сказать у винограда у крыжовника крыжовник решил добавить ну и для красоты и прекрасно знаю что крыжовник также маринуется консервируется так вот это вот пока у меня проколоты пусть пока еще хочу сделать из моркови цветочки что делаем вот он у всех наверняка от баночек есть вот такие штучки когда открываете оставьте я уже ее показывала что это незаменимая вещь хозяйстве берем и делаем вот такие вот бороздки вот эта соломка ее тоже можно в банку закинуть и нарезаем вот такие продольные полосочки вот по всей моркови ну где-то через пять миллиметров примерно вот так вот сделали по всей моркови вот такие полосочки а теперь нарезаем на цветочки вот такие и будет у нас очень весело в баночках смотреться красиво 2-3 цветочка на банку и уже будет красота вот такие получаются цветочки ну а теперь начинаем складывать что бросаем немножко перчинок два душистых брошу вот таких вот крупненьких меленьких вот этих звездочек на дно можно так два зубка чесночка вот так чуть-чуть на четыре части вот лаврушку укропчик бросим зонтик так ну и можно лучок можно на дно лук можно сбоку все чтобы было красиво ну и все начинаем укладывать огурчики огурцы у меня разнокалиберные и крупные и мелкие когда чуть-чуть не заметишь уже где-то перерос их может быть вот это вот у меня еще более-менее мелкие ну такие все таки да вот можно их целиком а если чуть-чуть крупные можно их и нарезать такими шайбочками и замаринуем так но и все в общем вот так укладываем в банку а теперь вот сюда положим и колясочку лука в разные стороны так морковочку цветочек 1 2 3 вот так смотрите как это также можно в общем как всегда говорю фантазируем украшаем свои баночки чтобы это было не только вкусно но и красиво ну и в пустые такие между огурчиками можно заполнить крыжовником проколотым вот так вот мы сверху еще заполняем 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 ну и в общем получается вот такая вот баночка все сейчас остальные набью также и рассол у меня вода у меня уже нагрелась дело за малым осталось быстро наполнить и залить 4 баночки наполнила вот такие вот получается а по теперь у меня осталось две банки и вот такие вот крупненькие огурцы и я решила их просто-напросто взять и нарезать вот таким фигурным ножом для сыра который мы используем вот на такие вот дольки вот и все укладываем по такому же принципу просолиться они будут и потом прекрасно зимой открыл баночку и за милую душу хоть на те же бутерброды рассольник нарезал вот такими кругляшками и так заполнила банки получилось у меня 4 значит целых огурчик вот только тут в 1 2 колясика таких положила пусто было и уже огурец целый не убирался и 2 вот таких вот нарезаны баночки вот так с крыжовником крыжовник выбирать нужно такой жестковатый еще чтобы если слишком мягкий он просто ну может лопнуть в рассоле в общем вот так вода закипает крышки уже простерилизовала то сейчас будем заливать так залила уже очень 45 и осталось последнее воды наливала в кастрюлю 3 литра и она у меня наверное вся и уйдет но чуть-чуть остается но пусть это пока впитывается стоит остывает накроем крышками все готово и накрываю крышками стоит ну до такого почти полного остывания а потом уже сделаем рассол маринад верно все вот так пусть стоят и так друзья уже почти остыла прям еле-еле тепленькая теперь сливаю воду в кастрюлю и будем добавлять сахар соль а теперь всыпаю значит говорю на литр воды 2 столовых ложки соли с таким небольшим бугорком здесь на 3 литра значит это 6 ложек 2 столовых ложки по весу это 50 граммов если кому-то нужно весом кому-то может быть количеством ложек кому как удобно и в два раза больше сахара вот получается на литр значит 4 ложки на 3 литра 12 в общем вот так все ставлю кипятить и потом будем заливать и вливать уксус так маринад значит закипает уже теперь вливаю сразу сюда уксус потому что когда я делаю в трех литровых банках например да я вливаю сразу в банку а сегодня я делаю литровыми банк баночками огурцы закатываю поэтому рассчитать там чего сколько это не хочу я сразу сейчас налью маринад уксус и все так вливать буду вот 70 процентная кто-то мне написал не бывает уксусной кислоты 70 процентной вот она уксусная кислота 70 процентов вот видите вот вот такой уксусной кислоты на литр я вливаю вот не полную столовую ложку ну вот так вот можно сказать полную десертную вот так вот значит на 3 литра три таких ложки так секунду вот если у вас 9 процентный уксус это значит разводится как если у вас такая кислота можно сделать 9 процентный столовую ложку 70 процентов и 7 ложек воды и получается у нас 9 процентный 9 процентный уксус столовой вот а такого уксуса значит 9 процентного на литр воды получается что 707 ложечек не ложечка ложек столовых вот так вода уже все вернее маринад закипел теперь заливаю и закатываю банки все закатала готова вот две баночки резаных и 4 вот таких целые огурчики все прекрасно маринада смотрите вот от трех литров у меня осталось наверное ну с пол литра в общем два с половиной литра ушло на 6 литровых банок но наливать два с половиной я бы не стала потому что вода испаряется выкипает немножко и вдруг получится так что на последнюю баночку просто-напросто не хватит маринада ну собственно все на этом вот такой рецепт с такими вот шестеренками с такими украшалками вот с лучком с этим опять охота мне сказать с виноградом с крыжовником крыжовник отдельно маринуют в общем тоже такая пикантная получается штучка маринованный крыжовник вот я думаю может быть тоже замариновать крыжовничек еще как раз привезли немножко еще из сада ну все на этом с вами была наталья мариновали с вами сегодня огурцы все у нас получилось всего вам самого хорошего желаю чтобы банки ваши не взрывались чтоб все у вас получалось и все было вкусно все всем пока ну и и Продолжение следует...